Привет, друзья! Меня зовут Наталья. Я приветствую вас на своем канале, где я делаю бьюти-обзоры. Делюсь с вами полезными покупками, которые я совершила. Иногда бывают они не совсем полезные. Ну, то есть я объективно тестирую продукцию и делюсь с вами, что мне понравилось, что мне не понравилось. Сегодняшний наш гость на нашем бьюти-столике будет вот такая вот масочка. Масочка серии ВАСА от Шесейда. Интенсивная, увлажняющая и восстанавливающая ночная гель-масочка. Посмотрите, какой у нее симпатичный дизайн. Мне очень нравится. Такая белая-зеленая жизнерадостная баночка. А еще очень нравится вот эта ручка, за которую можно вот так вот взять и держать, подвиживать. Ну, то есть такая, знаете, в миниатюре сумочка. Такая детская сумочка. Я думаю, когда она у меня закончится, то я обязательно ее отдам своей дочери, она будет играть. Такая сумочка, в которую можно положить. Это такое лирическое отступление, просто вот проходясь по дизайну. Мне очень нравится. Так вот, объем у нее 80 мл. Объем 80 мл у этой гелевой масочки. Сейчас мы доберемся до нее и рассмотрим, как же она выглядит внутри. Что примечательно было, коробочку я не сохранила, потому что я уже давно пользуюсь этой масочкой. И решила все-таки обзор сделать и рассказать о своих впечатлениях. Давно, где-то месяцев 6. Да, где-то по зиме я ее купила. И из расчета, что сейчас июль, еженедельно, раз в неделю я пользуюсь этой масочкой. Не чаще, раз в неделю. Это ночная масочка, гелевая ночная масочка. Что примечательно, в коробочке к этой масочке идет вот такая лопаточка пластиковая. Согласитесь, очень удобно. Удобный у нее такой формат. Я вам сейчас покажу, как можно ее брать. Она легко берется, масочка. То есть очень гигиенично. Не нужно пальцем туда лезть, чтобы содержимое масочки окислялось каждый раз. А оно вот в целости и сохранности открыл, закрыл и все. У меня это очень нравится. И мне понравилась вот эта вот лопаточка. То есть я вообще лопаточкой пользуюсь и в креме. Но вот она у меня лежит. И я и крем беру, и вот гель. Гелевую масочку. Итак, давайте мы ее откроем с вами. Эту масочку. И посмотрим, какая она у нас есть. Ну вот она, крышечка. И давайте я пробегу все-таки по составу. В чем же она интересна? У нее действительно уникальный состав. Потому что вообще японская косметика и японские косметические концерны, они идут, скажем, не на два даже шага вперед, а на целых 10 шагов от европейских косметических концернов. То есть то, что вот выходит... Ну здесь действительно вот во всей японской косметике здесь нанотехнологии у них. Поэтому многие, очень многие любят японские продукты. Потому что они вот действительно шикарно. Шикарно работают на коже. Ну и результат получаешь. Эта масочка, гелевая, гелеобразная масочка, содержит экстракт цитруса юцу, который способствует выработке собственной гиалуроновой кислоты, которая у нас отвечает за увлажнение, за увлажнение кожи. Поэтому она у нас увлажняющая и восстанавливающая. Софлоровое масло идет также для увлажнения протопласт корня моркови. Не сразу скажешь, честно. Так вот этот протопласт корня моркови содержится во всей линейке ВАСА. Он везде есть. Какую бы вы баночку ни взяли из этой серии, он везде есть. А еще экстракт корня пиона содержится в этой масочке гелевой, которая отвечает за противовоспалительные процессы на коже. То есть за очищение, потому что производитель говорит, что очищаются поры, сужаются поры. Но мы с вами сами понимаем, что поры как таковые, они не могут взять и сузиться у нас. Но так как поры очищены, то, естественно, размер их, визуально размер их уменьшается. Никуда они не денутся с нашей кожи, но чистота пор, вот это как раз экстракт корня пиона и работает на противовоспалительные вот эти все процессы. Исходя из этого богатого состава, мы можем сделать вывод, что масочка подходит абсолютно всем. Так и написано. Маска подходит для любого типа кожи, для любого абсолютно возраста. Хоть кто может пользоваться этой замечательной маской. Что мы получаем в итоге? Увлажненную, красивую, сияющую кожу. Это правда. За ночь масочка у нас работает, утром мы просыпаемся и видим свое отражение уже, ну, действительно здоровая, сияющая кожа. Когда вот, даже после первого применения можно сразу заметить. здоровый вид, устраняет ощущение сухости, то есть у кого сухая кожа, пожалуйста, вот увлажнение, сухость исчезает, естественно, если нет сухости на коже, значит и нет дискомфорта у нас никакого. Насыщает влагой сухую кожу. Я сейчас покажу, сколько у меня ее есть. Вот за полгода она очень экономична в расходе. Вот такое вот. Ну, скажем, меньше, больше, меньше половины. Вот, меньше. Где-то, наверное, третью-четвертую часть я использовала. Я думаю, у нее надолго хватит. Она правда долгоиграющая масочка. В ней содержатся гранулы. Вот эти гранулы, девчата, они растворяются на коже. Я сейчас достану эту масочку. Вот такая гелеобразная масочка, чтобы вам ее было видно. Ну, давайте на руку я ее нанесу. Ее будет лучше видно, потому что шпатель тоже, он прозрачный. И вот здесь, если присмотреться и в баночке, если присмотреться, даже вот так ее показывая, то видно, что внутри баночки есть какие-то гранулки. И вот в этом составе, вот я сейчас вот так вот затеню, видите, вот там есть белые гранулы в этой масочке. Так вот, они, когда попадают на кожу, они растворяются и увлажняют кожу. Ну, вот я говорю, у них такая вот нанотехнология. Это вот японцы. Они идут вперед паровозы, и всех за собой весь косметический мир смотрят на японские технологии, потом применяют их к себе в своих продуктах. То есть они лидеры. Японская косметика – это действительно лидер всей косметики. Ну, вот такое масло масляное, но оно так и есть. Так вот, она хорошо распределяется, масочка, такая мягенькая, замечательный аромат, такой тонкий, такой нежный. И вот, причем он быстро улетучивается, очень быстро улетучивается аромат, и вы его уже перестаете ощущать. Так вот, маска хорошая. Но я не сразу, девчата, с ней подружилась. Ночная маска. Я уже была знакома со многими ночными масочками, я пользовалась ими. И когда купила вот эту масочку, прочитала, что нужно на ночь наносить, ну, и как бы само за себя она говорит, ночная маска, увлажняющая и восстанавливающая. То есть, умываемся, наносим тоник, затем, если пользуетесь эссенцией, ну, да, какой-то увлажняющей эссенцией какой-то, то есть многоступенчатый, если используете уход за кожей лица, крем для кожи вокруг глаз. Ну, и, собственно говоря, ночная маска, которая у нас и заменяет ночной крем. Так вот, когда я ее первый раз нанесла, я переборщила. То есть, я нанесла толстым слоем. И она долго у меня впитывалась. Это вот не за мгновение впитывается. Масочка. Поэтому вот я как бы делюсь своими впечатлениями и своим опытом. Не сразу я ее и полюбила. Столько отзывов я прочитала в интернете. Уже пользуюсь вот этой масочкой. Очень хвалебные отзывы. Все там вау-вау. А я все никак не могла понять. Ну, в чем подвох? Вот я пользуюсь раз в неделю. Наношу ее. И вот она вот вся липкая у меня на лице. Из-за этого мне она не нравилась. Мне прям охота было ее снять и все. Вот снимаешь маску. Великолепный результат на лице. И потом я дошла своей вот головешкой, дошла, что дай-ка я попробую ее тонким слоем нанести. И когда я ее нанесла тонким слоем, походило минимум 30 минут с ней. Не перед сном конкретно. Вот как вот мы привыкли, крем нанесли. 5 минут и мы сразу ложимся спать. И все нормально. Вот с этой маской так не пройдет такое. Вы можете лечь спать. Можете лечь спать с этой маской. Но ваша маска тогда останется на подушке. Просто она отпечатается. И вам будет дискомфортно, потому что она будет липкая. На лице будет липкая. Так вот, чтобы этого не было, девчата, наносите тонким слоем, тонким слоем на кожу лица, на очищенную, ну естественно, на очищенную кожу лица. Это уже вот прям, можно и не говорить об этом. И все, ждете как минимум 30 минут. И вы поймете по ощущениям по коже, что она действительно у вас питалась. Бывает, липкость остается. Когда вот прикасаешься, вроде она есть, но вот такого дискомфорта не вызывает. Я еще что делаю? Вот когда она у меня полностью за 30-40 минут впиталась, я иду обратно в ванну, достаю свой ночной крем и сверху наношу. То есть я ее запечатываю. И где-то же я даже услышала, когда вот я экспериментировала, где-то я у кого-то услышала, что японские масочки хорошо именно запечатывать ночным кремом. Не сверху ночного крема, а именно под крем. Вот тогда они действуют еще лучше. И я так теперь, так я ее и пользуюсь. То есть я жду, когда она у меня 30-40 минут на лице впитается. Потом я иду смело, беру свой ночной крем и тонким слоем наношу на лицо. Великолепное ощущение. Утром кожа действительно, вот вы не заметите уже утром никакой липкости на коже, потому что она вот впиталась у вас вся, как надо ей, а не на подушке осталась. И кожа у вас сияющая и здоровая. Поры очищаются, нет никаких воспалений на лице. Она противовоспалительная, потому что здесь мы уже с вами посмотрели состав. И так оно и есть даже при моей жирной коже. Никаких высыпаний нет. Не закупоривает поры. Прекрасные. Вот я теперь ее полюбила. Когда я вот уже своими шагами шла-шла и наконец-то до нее дошла, до этой масочки, как все-таки ей пользоваться. Потому что везде пишут, везде в отзывах. Я вот, я говорю, столько я их перечитала, везде хвалебные отзывы и просто одной строчкой. Я наношу на ночь и все. Ну вот я тоже сначала нанесла на ночь, а потом понимаю, что она мне не успевает впитываться. Так вот секреты ее, девчата, в том секретный эффект получите тогда, когда вы нанесете тонким слоем на кожу лица и дадите ей впитаться. И только потом уже смело, с чистой совестью идете спать. Все. Вот такая вот ночная масочка. Шикарный аромат. Тонкий, нежный, такой цитрусовый аромат. Вот. Вот так она выглядит. Я очень довольна. Теперь уже я довольна. А поначалу никак не могла к ней привыкнуть. И честно думаю, что такое у ней хорошего? Все хвалят, хвалят, а я никак ее понять не могу. Но вот билась, билась, и за полгода добилась я своего. Теперь она у меня в фаворитках и любимая такая. Действительно, которая эффект зелушки творит чудеса. Утром встаешь и радуешься, смотришь на свою кожу и радуешься. Поэтому все. У меня на сегодня все по моему обзору. Если вы знакомы с этой масочкой, пишите в комментариях, как она вам хотела. Если не знакома, хотелось бы попробовать ее. В общем, пишите. А мне будет очень приятно это почитать. Все. Будьте красивыми. До новых встреч, до новых полезных обзоров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok